Доброго времени суток! Тема сегодняшнего ролика родилась спонтанно. Ну, если быть честным, то не совсем спонтанно. Некие объективные обстоятельства, которые происходят вокруг нас, сподвигли записать этот ролик. Тема его, как это ни парадоксально, это понуждение граждан к участию в голосовании о поправках Конституции. Давайте немножко пофантазируем и представим себе такую ситуацию. Вы работаете в государственном бюджетном учреждении, и в вашем подчинении находятся люди. В один прекрасный день, когда ничего не предвещает беды, в общем чате, где находится ваша администрация и коллеги по работе, появляется запись следующего содержания. Уважаемые руководители! Напоминаю, что нас ждет еще очень важное мероприятие – голосование. Важно высказать свою гражданскую позицию. Мне нужна информация по вашим преподавателям-штатникам. Давайте отчитываться каждый день в три часа дня. У меня бы такая постановка вопроса по меньшей мере вызвала бы негодование, если не сказать жестче – возмущение. Встает вполне разумный вопрос. На каком основании я должен отчитываться перед администрацией о том, проголосовали мои коллеги, находящиеся у меня в подчинении, или нет. Каждому гражданину на каком-то обывательском уровне понятно, что вопрос «голосовать» или «не голосовать» – вопрос частный, сугубо личный. И никому, кроме гражданина, не должно быть дела. Проголосовал он или нет? Возвращаемся к нашим фантазиям. Вы принимаете решение ничего не делать. Причины могут быть разными. Надежда на авось пронесет, ну или, как вариант, стойкое возмущение и неприятие ситуации. Время идет. Все рапортуют о числе проголосовавших, выкладывают фото с памятными презентами, полученными после голосования. Но вот очередь доходит и до вас. Начинают требовать ответа. Вы в смятении. Что же делать? Я дам вам пару советов, как следует вести себя в данной ситуации. Вариант «смиренно броситься выполнять поручение высокого начальства» мы рассматривать не будем. Поехали. Первое. Не нужно ничего бояться. Действия вашего руководителя противозаконны. Если он об этом не в курсе, нужно ему об этом рассказать. Желательно в письменной форме. Напишите заявление в двух экземплярах, придите в секретариат. Одно заявление оставьте у секретаря, на другом секретарь поставит число, когда заявление было передано, подпись, расшифровку подпись и свою должность. Ну, это в идеале. И этот документ вы забираете с собой. Кстати, пример заявления будет прикреплен внизу, под видео. А что же нужно написать в заявлении? Ну, начнем с того, что в соответствии с частью 1 статьи 32 действующей Конституции Российской Федерации, граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении государственными делами непосредственно или через представителей. Обратите внимание, право, а не обязанность. Это означает, что вопрос принятия или непринятия участия в голосовании – это вопрос сугубо частный, который вы можете решить самостоятельно. Статья 32 Конституции конкретизирована Федеральным законом от 12.06.2002 года, номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и право участия в референдуме граждан Российской Федерации, а именно в части 3 статьи 3, в которой сформулированы принципы проведения выборов и референдумов Российской Федерации. Участие граждан Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданин Российской Федерации с целью принудить его к участию или не участию в выборах и референдуме, либо воспрепятствовать его свободному воле и изъявлению. Следовательно, лицо, которое понуждает вас принять участие в голосовании, своими действиями нарушает Конституцию и Федеральный закон, о котором говорилось выше. Кроме того, если оно склоняет вас к тому, чтобы вы непосредственно влияли на кого-то и заставляли людей прийти и проучаствовать в голосовании, оно склоняет и вас к совершению противоправных действий. То, что на ваше руководство оказывается давление сверху, вас беспокоить никоим образом не должно. Второе. Не мешало бы напомнить вашему руководству о том, что есть такая статья 60 действующего Трудового кодекса Российской Федерации, в которой запрещается принуждение работника к выполнению работ, не обусловленных трудовым договором. А это значит, что обзванивать своих коллег и задавать им вопросы на предмет, сходили ли они на выборы или нет, а тем более склонять их по ходу на выбором, это те действия, которые не предусмотрены вашим трудовым договором и не являются вашей трудовой функцией. Дальше. Можно сообщить следующее, что если эта обязанность возложена на вас каким-либо приказом, то почему вы не ознакомлены с этим приказом под роспись? Если ваше руководство не дураки, то, конечно, такого приказа нет. Но если же вдруг он есть, обязательно с ним ознакомьтесь, ни в коем случае его не подписывайте, но обязательно, это я еще раз повторю, обязательно сфотографируйте его. Третье. Если у вас есть переписка с вашим руководством, в котором ваше руководство понуждает вас обзванивать ваших коллег на предмет задать им вопрос, сходили они на голосование или нет, или уж тем более, понуждают вас самих сходить на голосование или понудить ваших коллег сходить на голосование, скриньте, обязательно скриньте эту переписку и сохраняйте ее. Написанное заявление, фотографии приказа, если он есть, скрины переписки с руководством. Все это делается вами с одной единственной целью собрать материалы, свидетельствующие о противоправных действиях вашего руководства. И даже если вы не планируете дать им дальнейший ход, они некоторым образом обезопасят вас от возможного давления со стороны администрации. Да, руководство бывает разное, но в сложившейся ситуации надеяться на авось и авось пронесет не следует. Нужно себя обезопасить. Если вы вдруг все-таки хотите дать собранным вами материалам дальнейший ход, то необходимо написать заявление в прокуратуру и приложить к нему копии фотографий, скринов и вашего заявления. И пусть соответствующие компетентные органы разбираются. Возможно, привлечь к ответственности ваше руководство и не получится. Однако крови им попортят знатно. И в следующий раз, когда у них возникнет вопрос о совершении противоправных действий или желании оказать на вас давление, они лишний раз подумают, стоит ли им с вами связываться или нет. Многие могут сказать, что написание заявления в прокуратуру это подыгрывание буржуазной власти, у этого нет никакой перспективы, ничего не поменяется. Да, мы с вами согласны, но тут есть один нюанс. Прокуратура вынуждена будет отреагировать на это заявление и будет вынуждена провести некоторым образом проверку. Ну и соответственно, для любых руководителей любая прокурорская проверка это определенного рода дискомфорт. И поверьте мне, достаточно высокой степени дискомфорт. За нарушение федерального законодательства о выборах и референдуме предусмотрена уголовная административная ответственность. Целью этого ролика не было ее разбирать. Если вам интересно, можете ознакомиться с главой 5 действующего кодекса административных правонарушений и, например, статьей 141 действующего уголовного кодекса Российской Федерации. В завершении хотелось бы сказать ничего не бойтесь, и боритесь. Потому что иногда бывает так, что закон на вашей стороне. И отстаивать собственную позицию нужно жестко, чтобы не было стыдно перед собой и окружающими. Всего доброго! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!